В праздник Пасхи в одном из домов по Жасминовому бульвару, бывшей улице Петра Слинко, произошло жуткое убийство двух пенсионеров. Их зарезал неизвестный, позарившись на тысячу гривень. Больше денег у старика со старухой попросту не было. Их трупы были обнаружены в собственной квартире с множественными ножевыми ранениями. Принятыми следственными оперативными мероприятиями была основная личность лица, совершившего данного преступления. Это гражданин Украины, ранее неоднократно судимый, в том числе и за тяжкие преступления. Жители дома, где произошло убийство, увидели связь преступления с визитом внука, гостившего у бабушки с дедушкой. Ну как вроде бы в пятницу он убил. Закрыл и ушел. А приехала уже дочь, да? А приехала внучка вторая, это ж внук зарезал, порезал. Приехала дочь, ой, внучка. Звонила же, звонила, никто телефон не берет. Приехала, открывает двери своим же ключом. Они там в кресле лежат с перерезанным мурлом, сидит. А дедушка на полу, в крови лужи, в лужи крови. Подозреваемым в убийстве стариков оказался 26-летний рецидивист, отметившийся ранее тяжкими преступлениями в Киеве, Харькове и Днепре. В декабре прошлого года он вышел после очередного тюремного срока на свободу. А спустя полгода взялся за старое. Понадобились деньги, и он их решил раздобыть в доме родственников. 78-летней бабушки и 74-летнего дедушки. При этом старики, отказавшиеся поделиться своим скарбом, оказались препятствием на пути к добыче, а потому были хладнокровно и жестоко убиты. Внук, подозреваемый в убийстве, был задержан на Полтавщине. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Срок наказания по этой статье до 15 лет или пожизненное заключение. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Виталий Лапскир, агентство телевидения новости.